Здравствуйте друзья! Меня часто спрашивают в комментариях к видео или постам телеграм-канале, а зачем нужно следить за потребляемой мощностью? Для чего покупать розетки или реле с функцией энергомониторинга? Ведь от того, будем мы знать или нет, какая мощность у, например, телевизора, меньше мы его смотреть не станем. На самом деле задач, которые можно выполнять при помощи данных энергомониторинга, ничуть не меньше, а то и больше, чем включением-выключением питания. Скажу по себе, у меня лишь очень небольшая часть управляемых розеток используют в работе свое реле, большинство вообще никогда не переключается. Я уже делал видео, в которых показывал, как можно применять получаемую от розетки информацию о потреблении, например, в качестве обратной связи от устройств, для понимания работает оно или нет, или определение реальной емкости аккумулятора бесперебойника, ссылки оставлю в описании. Но конечно, это далеко не все. В этом видеоуроке я покажу еще один вариант практического использования данных энергомониторинга, который позволит избежать нежелательного превышения мощности в электросети, а также поговорим о том, как сделать тестовый стенд для проверки логики автоматизации, который не требует физического включения-выключения реальных устройств. Перед тем, как мы начнем, не сочтите за труд поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которым интересна тема умного дома, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Задача, которую мы будем решать, совершенно бытовая, с которой многие часто сталкиваются, особенно в условиях давно сделанного ремонта и слабой электропроводки. Проблема заключается в том, что на одну линию питания нужно подключить несколько мощных потребителей энергии. В этом видео рассмотрим случай с тремя устройствами, включенными в одну и ту же розетку через общий удлинитель, с максимальным током нагрузки на 16 Ампер. Конечно, это частный случай, но тут суть именно в логике, ведь она будет работать с любыми нагрузками. Итак, есть три розетки, которые постоянно включены, и подают питание на условные чайник, микроволновку и мультипечь. При включении чайник потребляет порядка 2 кВт. Микроволновка 1200 Вт. Мультипечь 1500. Одновременно могут работать любые два из этих устройств, общая мощность не будет превышать 3680 Вт, это 16 Ампер при 230 Вольтах. А вот если включить все три, нагрузка будет слишком большой, что может привести к нехорошим последствиям, в лучшем случае сработке автомата и обесточиванию линий. Нужно создать логику, которая не допустит такого. Вот как она работает. Включаем одну из нагрузок, для оставшихся ничего не меняется. К чайнику добавим мультипечь и розетка микроволновки автоматически отключается, случайно запустить ее теперь не получится. Отключаем чайник, питание на микроволновку восстанавливается. Аналогично для других вариантов, при включении двух любых розеток третий отключается. Автоматика теперь не даст случайно перегрузить сеть по мощности. Давайте теперь разберем как она работает. Для решения поставленной задачи, я решил использовать показания энергомониторинга. Кроме тех данных что приходят от розеток, мне нужно еще знать суммарную мощность для чего нужно создать шаблонный сенсор в интеграции темплейт. Тут все довольно просто. Значение шаблонного сенсора это сумма значений сенсоров мощности каждой розетки, которые приводятся к числовому формату. Можно использовать преобразование винтеджер целочисленное или float с плавающей запятой. Количество знаков после запятой указывается в скобках, для теста я оставил ноль. Теперь автоматизация. Я сделал одну и ту же для включения и выключения розеток, поэтому тут два триггера, рассмотрим их по очереди. Первый это состояние общего сенсора мощности больше 2100. Это число выбрано таким образом, что если будет включена только одна из нагрузок, она не будет превышать это значение. А если две, неважно какие, то в любом случае мощность будет выше. К триггеру добавлен ID, который я так и назвал превышение мощности. Далее будет работать селектор условий, большая часть которых отвечает как раз за отключение лишней розетки. Каждое из условий сначала проверяет ID триггера, в данном случае оно будет проверяться только если общая мощность превысит 2100 ватт, второй триггер будет всегда игнорироваться. Следующая часть этого условия проверяет один из сенсоров мощности розетки, в данном случае чайника, и сработает если он будет меньше 50 ватт. Тут на самом деле цифра случайна, можно поставить и 10, и 20, и 100, работающий чайник все равно потребляет больше. И если оба этих устройства сработали, с учетом триггера общая мощность более 2100 ватт, делаем вывод, что включены два других потребителя, поэтому отключаем розетку чайника, чтобы не дать возможности его случайно включить. В автоматизации используется input boolean вместо switch, так как испытания проводятся на виртуальном стенде, при реальном использовании сюда подставляется реле розетки. А если условие не сработало, то есть чайник сейчас работает и потребляет более 50 ватт, то автоматизация переходит к следующему. Тут стоит тот же ID, то есть смотрится только первый триггер, и проверяется следующий сенсор мощности микроволновки, принцип тот же. Соответственно, если на микроволновке потребления нет, значит включен чайник с мультипечкой, а микроволновку нужно отключить. И третий триггер, тут уже все понятно. Если у вас больше чем три устройства, то и условий будет больше, а отключать можно не одну, а две розетки. Логика такая же самая, просто автоматизация будет больше. С отключениями розеток разобрались, теперь вторая часть, которая отвечает за включение. Этим занимается второй триггер, который сработает в случае, если значение общего сенсора потребления станет ниже 2000 ватт, то есть один из потребителей отключится. У него свой отдельный ID, который я назвал понижение мощности. Перебирать тут ничего нет смысла, поэтому в селекторе только одно условие, тот самый ID. А действие включения всех розеток. Та, что была выключена, переключится, у остальных ничего не изменится. Но так проще, чем проверять каждую из розеток, что по большому счету не имеет никакого смысла. Теперь перейдем к тестовому стенду. Весь код, включая сенсор и автоматизацию, про которые я только что рассказал, скомпонованы в виде одного файла пакаджа. Очень удобный способ организации данных, так как позволяет объединять любые интеграции один файл, один кейс. Не нужно плодить множество отдельных файлов, создавать по одному объекта в интерфейсе, все перед глазами. Ни один визуальный конструктор не сравнится с пакаджем по удобству и скорости создания логики, как бы странно это не звучало для любителей кликать мышкой по кубикам. К слову сказать, далеко не все в принципе можно сделать через конструктор, только самые простые базовые вещи. Так как все объекты у меня виртуальные, то и кнопки включения тоже виртуальные. С точки зрения системы это будет то же самое, что клавиша включения на чайнике, микроволновке или печке. Отдельный урок по виртуальным кнопкам можно посмотреть по ссылке в описании. Далее следует секция вспомогательных переключателей input boolean. Как и кнопки, я тоже создал их тут, что намного быстрее, чем по одному собирать их мышкой на вкладке объекты вспомогательные. На каждый из виртуальных приборов приходится по два переключателя. Почему по два? Один из них отвечает за статус реле розетки включена или выключена, второй за потребление. Ведь при включенной розетке потребление может быть и равно нулю и, например, 2 кВт. Далее в том же разделе template я сделал три виртуальных сенсора потребления энергии, аналог сенсору мощности в обычной розетке. Логика простая, если включен виртуальный переключатель мощности устройства, то потребление равно какому-то значению, для чайника 2000, для микроволновки 1200 и 1500 ватт для печки. Если он выключен, то потребление равно нулю. И для каждого из виртуальных устройств сделано по одной автоматизации. Они по своей структуре совершенно одинаковы, когда я сделал первую, просто скопировал ее еще дважды заменив только название объектов. Тут также по два триггера. Первый отслеживает нажатие на виртуальную кнопку, у него установлен ID с соответствующим названием. К слову сказать, названия для таких ID уникальны только для той автоматизации в которой они прописаны, в других можно использовать точно такие же. В селекторе условий первая проверяет ID триггера и будет работать только с ним, то есть нажатием на виртуальную кнопку. Второе условие, должен быть включен виртуальный переключатель, который символизирует розетку устройства. Если условия выполняются, то input boolean, который означает включение самого устройства, в данном случае чайника, меняет свое состояние. Если он был выключен, то включается и сенсор нагрузки получает значение в 2000 ватт, и наоборот, выключается и значение сенсора будет равно нулю. Второй триггер нужен для придания реалистичности поведения стенда, он отслеживает выключение виртуальной розетки, ему тоже присвоен свой ID. Этот ID отслеживает второй блок селектора условий, если виртуальная розетка выключилась и при этом был включен второй переключатель, который отвечает за сенсор мощности, тогда он отключается, ведь при выключенной розетке, устройство которое и управляется, работать не может. Точно такие же автоматизации сделаны и для двух других устройств микроволновки и мультипечи, логика совпадает, заменены только названия объектов. Создание таких виртуальных стендов позволит вам легко экспериментировать с созданием логики для умного дома, дает возможность попробовать работать с сколь угодно большим количеством устройств самого разного вида, без лишних и, возможно ненужных затрат. В этом небольшом уроке я показал еще один вариант использования данных, получаемых с розеток или реле с энергомониторингом, для балансировки мощности, что позволит защитить электросеть от превышения допустимой нагрузки. Также поделился своим методом для проведения различных экспериментов при помощи виртуального нагрузочного стенда. Надеюсь что видео получилось интересным и полезным, буду благодарен за ваши лайки, это способствует продвижению моих уроков на YouTube. Если вы хотите продолжить изучение темы умного дома подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры и уроки. В описании под видео я оставлю ссылку на текстовую версию файла с показанным пакетжем, кроме этого там же вы найдете ссылки на обзоры упомянутые соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!